Девушки отдыхают Смотрите сегодня В заключительном осеннем домашнем матче Афипс дарит своей публике 6 забитых мячей Суммарный счет в матчах Краснодарской академии футбола против Ростовской 10-1 в пользу черно-зеленых Афипс уйдет на зимнюю паузу лидером по потерянным очкам Это выяснилось после матча в Новороссийске В который уж раз Армавир вырывает победу на последней секунде игры Может быть первую фразу этого сюжета футбольные специалисты и воспримут скептически Скажут, что впереди еще целый круг первенства и все еще сто раз поменяется Но мы ее все-таки произнесем В этом сезоне Афипс на пятый год своего существования Как никогда силен и способен замахнуться на то, чтобы выиграть южную зону ПФЛ Кому же неприятно наши командовые игры, ну как неприятно Наоборот, хорошо На первом месте, ну и не ожидал тоже Были и отставали, впереди две команды И за последние игры вышло вперед В соперниках у Афипчан в этот раз была вторая команда Анжи Дебютант с зоны юг Впрочем, постепенно в ней осваивающиеся Дагестанцы дома уже сняли несколько скальпов Обыграли Армавир, не проиграли Черноморцу Да и Афипсу в Махачкале для победы пришлось приложить максимум усилий С первых минут хозяева полетели на ворота махачкалинцев И сразу же должны были выходить вперед Но мяч никак не хотел попадать в сетку Пришлось ждать 21-й минуты На которой у Афипса получилась образцовая атака Она включала всего четыре касания Первая за вратарем Степаном Сигачем Который настолько точно сделал передачу через все поле на Амура Калмыкова Что ему оставалось сделать свое второе Чтобы вывести на удар Александра Подбельсова Тот подработал мяч третьим А четвертым касанием неотразимо поразил ворота гостей Гол выглядел очень логично В отличие от ответного, которое, можно сказать, сам себе забил вратарь Афипса Он зачем-то пошел обводить Павла Долгова Который его обокрал и спокойно счет сравнял Вот так при тотальном преимуществе хозяев первый тайм завершился в ничью Пришлось в перерыве Александру Старожуку серьезно разговаривать с командой Попытался их успокоить в первую очередь Потому что я побоялся где-то первые минуты Второго тайма это прослеживалось Спешка, куда-то начали торопиться, бить мяч Вот это вот я хотел донести Тренеры услышали И второй тайм превратился в бенефис Афипса На 57-й минуте комбинация Гречкин под Бельцев-Григорян Завершилась точным ударом Артема под Перекладину Так Афипс вышел вперед, расколдовав ворота Анжи-2 И начался разгром Спустя 4 минуты подача углового Шаролом Завершилась голом центрального защитника Руслана Джамалудинова Дагестанцы как бы остановились За полчаса до финального свистка Уже проиграв эту игру После третьего гола Вот бросили просто весло Бросили играть Я пока не могу понять В любом случае будем, конечно, анализ какой-то проводить Как в такой игре без гола Калмыкова Он состоялся на 63-й минуте Амур ассистировал его партнер по нападению Артем Геворкем А затем у одного футболиста появился еще и дубль Оригинальный розыгрыш штрафного с участием Шарова и Демченко завершает Александр Подбельцев Ну а самый показательный момент этого матча связан с финальным голом Афипса Который на счету 18-летнего паренька Дата Черткоева Он заменил Калмыкова Лучшему снайперу устроили овацию на трибунах А Черткоев прямо от бровки побежал в штрафную Где первым же касанием забил свой первый мяч в своей профессиональной карьере Тренер сказал, выйдешь и надо забить И в тот момент я сразу вышел Было момент подачи, я в центре оказался Мне сказали, в центре выйти, вышел, забил В первом круге Краснодар-2 разгромил Ростовскую академию футбола имени Понедельника С неприличным счетом 6-0 В 18-м же туре краснодарские академики закрепили успех, крупно обыграв ростовчан и в гостях Героем матча стал Дмитрий Воробьев, оформивший хит-трик На 25-й минуте он открыл счет, подобрав бесхозный мяч, оказавшийся в ростовской штрафной После навесной подачи из центра поля Спустя 12 минут, впрочем, ростовская академия отыгралась Сделал это Владислав Кармишин красивым ударом со штрафного Решающим же моментом игры стало начало второго тайма, когда Краснодар-2 за 5 минут забил 2 гола Сначала случился курьезный автогол ростовчанина Дауда Далиева, который старался не дать забить Воробьеву, но в итоге забил сам Впрочем, в следующей атаке нападающий Краснодар-2 оформил таки дубль, проявив незаурядную технику на линии штрафной хозяев Он же и установил окончательный счет за 12 минут до конца матча, реализовав выход 1 на 1 На этом же стадионе на следующий день играла Кубань-2 против СКА и результат был противоположный Уже на седьмой минуте Даниил Маругин уронил своей штрафной Давида Караева Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти На исходе получаса игры футболисты СКА удвоили счет Удар Руслана Шаповалова получился не самым красивым, но на удивление точно Во втором тайме у армейцев прошла фланговая атака, в итоге которой Давид Караев оформил дубль Впрочем, за 15 минут до конца матча показалось, что интрига может и вернуться Кубанец Даниил Маругин отыграл один мяч Но спустя еще 8 минут армейцы забили еще раз Это был самый сумбурный гол, который я когда-либо видел Но он состоялся, а его автором стал Абдулла Абациев Армавир по-домашнему разобрался дома с дружбой Черноморец в Махачкане сыграл ничью с Легионом Динамо А биолог совсем неожиданно уступил дома Спартаку из Владикавказа Центральная игра 19-го тура прошла в Новороссийске Черноморец против Афипса Ответов на многие вопросы мы ждали от этого матча Как себя проявит лидер в игре с крепким соседом на его поле? Смогут ли портовики продолжить свой впечатляющий спорт Состоящий из шести подряд домашних побед? Самое время болельщикам бросить все дела и пойти на стадион Тем более, что в этот вечер фанатской группировке Черноморца Нордост Исполнялось 20 лет Мне первый раз отец в три года привел на стадион Можете представить, что полет я болею 39 лет считаю, что на стадионе Сколько я помню, ну сознательную свою жизнь Что Нордост всегда был Вся история взлетов и падения новороссийского футбола Прошла за эти годы перед фанатской группой Эти парни помнят и кубок УЕФА с Валенсии И любительскую лигу, куда Черноморец свалился в 2005-м Сейчас вот в зоне юг с командой бьются за призовое место Мы в Новороссийске все ждем повышения в классе Когда будут поставлены реальные задачи Понятно, что Афипс имеет возможности Спонсор есть Да, а у нас пока все по-старому Все было бы хорошо с антуражем, если бы не погода Перед матчем пошел дождь, который не самых преданных болельщиков от футбола отвернул А самые преданные из них разместились на единственной трибуне с козырьком Такой удивительный вид получился Аншлаг на трех секторах, а на остальных пустота Сказалась влага и на поле, изрядно его подпортив Не сказать, что это футбол Афипса Все-таки сельская команда большинство матчей играет на искусственном поле Но гости и впрямь выжили из непогоды максимум На 19-й минуте они превратили банальный аут в гол Гречкин бросил, подбельцев головой прокинул мяч дальше А Геворкян красиво сложился и пробил экс-афипчанина Швагерева Вратарь, может быть, и выручил бы Черноморец, но не на таком поле Игрок бьет из Подрезникова первый гол Мяч еле-еле катится, и оттолкнуться, наверное, тяжело Не то, что прыгать Не прошло и двух минут, как Афипс сделал заявку и на победу Гречкин справа навесил на Амура Калмыкова И лучший снайпер Афипчан забил свой уже десятый гол за команду За которую он играет всего лишь с сентября Я каждый день молился, чтобы у меня профессиональная карьера уже началась И слава богу, что так все пошло, что я забил, отдавал, помогал команде 0-2 к середине уже первого тайма Что делать дальше Черноморцу? Попытались спортовики навязать гостям свое давление, но не особо это у них получилось Пришлось ждать случая Он подвернулся уже в середине тайма следующего При розыгрыше у главного арбитра обнужил игру рукой у Алексея Гречкина И наказал Афипс в пенальти Станислав Резников четко его исполнил и вернул в матч интригу Но Афипс заново и окончательно ее убил через 10 минут Демченко подал штрафной Калмыков выиграл верх и сбросил мяч прямо на ногу под Бельцеву Который и установил окончательный счет матча А затем не испугался испачкаться и отметился оригинальным празднованием гола У моей сестры недавно родился сын И я посвящаю своим племяннику это был Я люблю вас Главное, что мы узнали в этом матче у Афипса действительно серьезное намерение Команда сохранила за собой первую строчку Планировали играть по-другому Приехали, посмотрели Дочь Несли коррективы, упростили игру В принципе Выиграли единоборство Большинство единоборцев Как правило Побежит дает тот, кто выиграет единоборство В очень непростом выездном матче в Назране против Ангушта Смог набрать очки Биолог Уже на третьей минуте новокубанцы забили отличный гол Отбив атаку хозяев, вратарь Арсен Силкаев Быстро кинул мяч вперед на Юрия Федосеева А тот сделал точную передачу в центр на Юрия Дмитриенко Которому реализовать момент не составило большого труда Красивым получился и ответный гол Ангушта Через полчаса Ахмед Рачиев Обвел Арсена Силкаева Удивительным дальним черпачком Но большего хозяев в этой встрече добиться не смогли И новокубанцы увезли из Назрани Вполне заслуженную ничью Армавир снова смог добыть Желанную победу на последней секунде Шла 90-я минута матча в Пятигорске С Машуком КМВ Когда Игорь Подерин взял игру на себя Обвел нескольких защитников и пробил Вратарь хозяев выручил Но на добивании первым оказался Николай Георгобиани 1-0 Минимальные три очка Краснодарское дерми перенесли на 22 ноября Из никубанских матчей отметим очередную победу Легиона Динамо Команда, которая в прошлом сезоне за малым не заняла последнее место Махачкалинцы и Чайка разбивают пока нашу кубанскую пятерку Армавир в следующем туре скорее всего выйдет на первое место по набранным очкам Но по потерянным Афипс никак не обойдет Не хочется осознавать, что Кубани 2 уготована участь бороться со Ставропольским Динамо Чтобы не быть последними У желто-зеленых еще две игры до зимней паузы Сезон продолжается для чемпиона края Павловская Кубань Холдинг выступает в Лиге чемпионов ЮФО В первом четвертьфинале наши обыграли 3-1 чемпиона Калмыкии Впереди полуфинал с Рассельмашем Смотрите нашу программу и следите за тем, чем живет край футбольный